Ну, а чё дальше-то было? Расскажите, пожалуйста. Ты лучше иди сначала в форму получи, а то ещё уволят в первый рабочий день. А, да, точно, сейчас. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и как вы думаете, где я сейчас нахожусь? И правильно, я нахожусь в метро, ребята. Да, извините, что я зеваю, потому что время, ребята, сейчас 5 утра. Да, ребятки, время сейчас 5 утра. Вот такая вот тяжёлая работа у машиниста. Короче, ребят, давайте начнём с предыстории. Я решил попробовать себя в качестве работника метрополитена. И, кстати, напишите прямо сейчас в комментариях, есть ли в вашем городе метро. Вот, например, в моём родном городе нет метро, а вот в городе, в котором я сейчас живу, там есть метро, есть метро. А, здравствуйте, я за формой. Так, давайте, ребятки, возьмём форму, тут ещё какие-то предметы. Блин, для чего они нужны, я даже не знаю, но ничего. Я спрошу у своих друзей-машинистов, с которыми я сегодня познакомился. Ну, так вот, ребята, я решил сегодня поработать им и посмотреть, как вообще работает метро. Ну, единственное, что я вам скажу, ребята, это жесть. Вставать так рано, это жесть, потому что метро открывается у нас в 6.30, и вот-вот оно скоро уже должно открыться. И, как видите, сейчас тут у нас всякие ремонтники стоят. Они обслуживают вот этот вот вагончик метро сегодня, и я им буду управлять. Они там колёса постукивают, проверяют, их там поезд моют и так далее, подготавливают, чистят там всё внутри. Ну, короче, ребята, вот так вот обслуживают. А вот эти вот два паренька, это, короче, машинисты, ребят, со стажем. И они мне сегодня целую ночь, ну вот, как я сюда, я сюда приехал в 3 часа ночи, вот до 5 тут торчу, там всякие документы подписывал и так далее, графики сверял. И они мне рассказывают постоянно, чтобы я не заснул, какие-то интересные истории. И они мне, блин, недорассказали одну историю. Слушайте, ребят, я тут с своими подписчиками сижу, можете тогда, пожалуйста, заново рассказать полностью эту историю? Вот про эту вот какую-то странную, страшную станцию метро. Расскажите, пожалуйста, мои подписчики тоже, я уверен, хотят послушать, давайте. Что ж, ну ладно, хорошо, слушайте тогда компоты его подписчики. В общем-то, давным-давным-давно был обычный машинист, который водил обычный поезд, ничего интересного, ничего примечательного. Но вот, было ровно 4 часа ночи. Метро было практически закрыто. И вдруг в метрополитен спускается какой-то неизвестный гражданин в черном пальто, в черном шляпе. И некоторые люди, которые его видели, говорят, что он был без лица. Он подходит к этому поезду и садится в него. Затем, как-то странным образом он проникает в кабину машиниста. И после этого все. Поезд, вместе с этим машинистом и этим человеком, навсегда, раз и навсегда затерялся где-то в туннеле. И его никто не мог найти. Полиция долго вела расследование, долго обыскивала всю станцию метро. Но у них даже в голове не укладывалось, как такой большой состав мог пропасть. И он пропал. И однажды он появился на этой самой станции, как ее называют станции призрак. Появился этот поезд. Двери открылись. Люди с ужасом взглянули на этот поезд метро. Они зашли внутрь этого вагончика. И внезапно двери захлопнулись. И он поехал. И снова пропал без вести. Полиция решила навсегда закрыть эту станцию. И с тех пор эта станция завалена и закрыта. О, ё-моё. Какая жуть, ребятки. Ну, вы, конечно, умеете попугать. Фух, так, окей, ладно. С историями, я думаю, хватит. Истории, конечно, крутые и веселые. Да-да-да. Угу. Короче, мне, наверное, надо уже работать. Потому что скоро у нас по времени... Так, что там по времени? Ну, скоро, в принципе, метро открывается. Скажите, что мне делать? Вот давайте. Расскажите, что нужно сделать машинисту перед тем, как поехать? Ну, первым делом, иди, простучи колёса. Если ты услышишь такой звонкий звук, то срочно сообщай об этом ремонтникам. Пусть они подкрутят там гайки. Всё, окей, понял. Я так понимаю, нужно действовать этим инструментом. Ну, что ж, ребята, давайте сейчас спустимся вот сюда вот на рельсы и проверим. Это так, аккуратно. Да, ребята, что-то немного даже Майнкрафт подлагал. Так, ну всё, вроде отлагал. Так, давайте спускаемся. Вот этот самый вагончик. Посмотрите, какой он красивый. Какой красивый состав поезда. Вы не обращайте внимания, что я тут по рельсам гуляю. Как бы сейчас поезда не ходят. Но, ребята, в реальной жизни такого никогда не повторяйте. И вообще, в реальной жизни даже близко не подходите к линии, которая вот находится прямо рядом, рядом с рельсами. Вы держитесь вот примерно в метрах трёх от неё. Вот так вот стойте и ждите вагончика. А это, ребята, очень опасно. Так, ну ладно, давайте простучим колёса. Так, ну, вроде нормально. Никакого звона нету. Так, ну тут я уже понимаю, работает ремонтник один, там что-то подкручивает. Так, ну вроде, ребята, всё нормально. Блин, как тут темно. Давайте фонарик включим. Вообще тут всё осмотрим. Слушайте, ну вроде всё нормально. Вроде всё нормально. Я даже смысла простукивать не вижу. То есть всё как бы по сути таковой. Всё по сути, ребята, хорошо. Да, я прошёл весь состав. Так, отлично, окей, хорошо, мы это с вами сделали. Так, давайте теперь вылазить отсюда. Так-так-так-так-так, хопочки. И погнали теперь ещё раз спросим у них, что мне делать дальше. Потому что, ну вы сами понимаете, я всего лишь новичок в этом деле, а не профессионал. А сейчас у них спросим. Ну, собственно, всё, я проверил все колёса. Вроде бы всё нормально. Что мне дальше-то делать? Второе действие, которое должен сделать машинист, он должен обойти весь поезд изнутри и проверить, нет ли там какого-нибудь пассажира, который проспал там свою остановку и спит там. Не грязно ли там, все дела. Иди, проверяй. Так, окей, хорошо, хорошо, сейчас я это сделаю. Так-так-так, опа, погнали, заходим. Так, это, видимо, ещё один машинист. Ух ты, интересно, кто это? Надо будет с ним познакомиться. Так, ну вроде, ребята, тут чисто. Давайте фонарик включим, чтобы тут светлее было. Вроде, ребята, всё нормально. Вроде вагончик чистый, вагончик хороший. И да, всё хорошо, никаких пассажиров тут нет. В принципе, можно идти, ребята. Я думаю, что сколько там... Ой, а через 20 минут уже открывается метро. Нужно, ребята, быстрее идти и управлять им. Так-так-так, побежали-побежали в начало поезда. Сейчас, ребята, мы поедем. Они меня ещё обещали научить им управлять. Так-так-так-так-так-так-так. Извините, молодой человек, дайте пройти. Я в кабину машиниста спешу. А, так я вас буду учить. Здравствуйте. Смешно вас приветствовать. Здравствуйте. Ну ладно, хорошо. Так, обучите меня, расскажите мне, как тут чем пользоваться, как тут водить, собственно, всё. Потому что, ну я в этом деле, я думаю, вы сами понимаете, как бы первый раз, и я хочу понять, как это вообще делается. Ну давайте, расскажите, чё это такое и куда тут тыкать жать. Ну смотри, чтобы первым делом запитать поезд, чтобы везде включился свет, всё поехало, зажурчало, зазвенело, тебе нужно нажать вот эту вот деревянную кнопочку, которая находится сверху. Затем, тянешь штурвал на себя и нажимаешь две верхние кнопки. Понял, да? Это снимет его, так сказать, своеображаемого предохранителя. Он тут как в машине практически. И потом надавляешь вперёд немножечко, не забудь только, с помощью редстоун-репитера выставить скорость поезда. Ты можешь ставить один, два, три, но помни, ни в коем случае не ставь на четыре. Ни в коем случае. А чё, почему нельзя на четыре ставить? Типа, слишком быстро поедет? Я чё, типа, проеду какую-то станцию или что? Нет, в общем-то, ты, наверное, не знаешь эту историю, но где-то здесь в метро есть закрытая неизвестная станция, на которую никто не ходит. Это станция-призрак, так называемая. И поезда, которые ставят скорость четыре, они отправляются на большой скорости именно в эту станцию по специальным рельсам. Поэтому даже не думай нажимать. Чё, серьёзно? Вы, погодите, вы сейчас шутите или правду говорите? Мне только что те машинисты рассказали эту историю. Неужто это правда? Я думал, это легенда? Да не, этого быть не может, это бред. Я тебе говорю, не шути с огнём. Да не, фигня какая-то, этого бы... Просто не может быть. Эй, а где этот машинист? Ой, ребята, а времечко-то, времечко-то всё... Всё, давайте так, заводим поезд. Опа, супер-супер-супер, ребята, завелось. Так, что мы делаем теперь? А теперь мы выставляем, ребята, с вами скорость. Слушайте, а я вот думаю. А может... Да не, это бред какой-то. Давайте... Блин, я уже опаздываю, поэтому нафиг надо. Давайте четвёртую скорость поставим. Тянем на себя ручку. И погнали! Всё, ребята, мы едем. Отлично, мы поехали. Всем привет, ребята, с вами я, Гомботик. Машинист! Нет! Ох, ё-моё. Так, встаём. Чёрт, я что, попал в аварию? Где я? Так, фонарик. Чёрт. Почему он не работает? Г... Где я? Это ещё что такое? Ребят, я же был без пассажиров. Это что такое? Г... Где я, ребят? Ребят, ребят, где я? Вы здесь? Вы со мной? Так. Эй! Тут кто-нибудь есть? Ребята, куда я заехал? Погодите. Да нет! Да нет, это бред! Это вот такого быть просто не может! Это сон какой-то! Это небылица! Чего? Это... Неужто это та самая станция секретная? Метро. Станция призрак. Ой, ё-моё! Ребят? Как мне назад? Не-не-не, я не хочу! Тут окей, я убедился, что это правда. Как мне назад? Чёрт! Весь мой вагончик разрушен! Как мне уехать отсюда? Тут кто-нибудь есть! Люди! Люди! Ребят? Тут, видимо, никого. Мы тут с вами одни. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Фонарик. Ну же, глупый фонарик. Работай! Чёрт, ребята, чё мне делать? Люди! Ребят, это что за станция такая? Всё-таки это была правда. Смотрите на эту ужасную станцию. Как она страшно выглядит. Боже мой, а что случилось с моим поездом? Такое чушь, что по нему, не знаю, из-за РПГ фигачили. А ничего же не произошло. Я даже никуда не врезался. Я просто приехал куда-то. Ребят, меня это пугает. Эй! Тут кто-нибудь есть? Извините. Извините. Тут кто-нибудь есть? Чё тут происходит, ребята? Мне это не нравится. Всё-таки... Вы это слышали? Там какие-то шаги были. Нет, я не хочу. Давайте выйдем просто из этой станции. Интересно, где я сейчас на окраине города или где? Давайте... Это же должен быть выход, да? Это подъём наверх. Так, и как мне выйти? Как мне отсюда выйти? Чёрт возьми! Чё тут происходит, ребята? Нужно срочно сваливать отсюда. Нужно бежать. Просто бежать из этой станции. Офигеть. Это всё-таки была правда. Это правда. Вот есть такая станция, существует. Чёрт, чёрт, чёрт. О! Выход на улицу! Выход на улицу! Хух! Так, где я? Опа. Извините. А вы кто? Простите? Молодой человек? А вы кто? Не подскажете, где я нахожусь? А-а-а!